Ребятки, праздник праздником, а блогерские дела никто не отменял. Спасибо огромное всем за поздравления. На часах у нас 15.00. Надеюсь, что успею доехать до Троекуровского кладбища, потому что пробки вот это все. И хочу сегодня посетить могилу Нины Ивановны Руслановой. Одной из любимых моих киноактрис. Надеюсь, что и ваша тоже. Киноактрисы народной артистки Российской Федерации, которая не стала 21 ноября 2021 года. Все остальное я уже расскажу. Когда прибуду на Троекуровское кладбище, где и находится могила Нины Руслановой. Спасибо еще раз огромное за ваши поздравления в мой день рождения. Ну вот мы и прибыли на Троекуровское кладбище 21 ноября. У меня день рождения. У кого-то день смерти, да. И не у кого-то, а у народной артистки Российской Федерации. Шикарная киноактриса Нина Ивановна Руслановой, которая не стала, напомню, 21 ноября 2021 года. Сердце Нины Руслановой остановилось, когда ей было всего лишь 75 лет. Есть информация, что Нина Ивановна перенесла несколько инсультов, если быть точнее, два инсульта. Также у нее была операция на сердце. В последнее время Нина Ивановна не давала интервью, редко появлялась на людях по причине того, что у нее был инсульт. Ей было тяжело говорить, заторможенность в речи. По информации с интернета, 11 ноября народную артистку госпитализировали в одной из московских больниц с диагнозом вирусная пневмония. Пока Нина Русланова находилась в больнице, обследовалась, лечилась, ей становилось все хуже. Врачи взяли анализ на COVID, а 21 год, если помните, это ковидный период тоже. Взяли анализ на COVID и подтвердилось, что у Нины Руслановой COVID. И вот, к сожалению, 21 ноября Нина Ивановна умерла. Шикарная киноактриса. Я ее все-таки назову, наверное, актрисой эпизодических ролей. Я считаю, какая бы роль ни была в кинокартине, эпизодической или главной, яркой ее делает именно артист. Киноактер, киноактриса. Так это ж доктор Барменталь. А ну. Истинно вам говорю. 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось. Это точно говорю. Точно. Ну я-то замужем была, мне все равно. А Зина, невинная девушка. Хорошо, что я проснулась. Мальчишек не посылай. Того и гляди, гранату свистнут. Ты же сам велел, Карпушенька, не обнаруживать себя перед противником. Вот я и выслала разведчика. В репертуаре Нины Руслановой множество ярких киноработ. Знаю, что Нина Ивановна сыграла в около 180 кинофильмах. Перечислю лишь малую часть. Кинофильм «Афоня», 1975 год. В 81 году кинофильм «Будьте моим мужем». Также в 87 году кинофильм «Завтра была война». В 88 году выходит кинофильм «Собачье сердце», где также была небольшая роль у Нины Руслановой. Кинофильм «Возвращение Будулая», 1985 год. Множество киноработ, ребятки. Сейчас в этом ролике памяти Нины Ивановны Руслановой я подставлю сюжет. Интересный, на мой взгляд, сюжет. Я всегда очень внимательно подбираю сюжет. Не просто нашел в интернете, воткнул и все, и до свидания. Нет, каждый сюжет я обрабатываю, редактирую. Где-то приподнимаю качество, звучание. Где-то обрезаю ненужные куски, которые бывают тоже в сюжетах. Они меня не устраивают, и я их убираю. Мне нужна основная информация по артисту. Особенно, если это касается его творческой жизни. Не очень люблю копаться в личных делах известных людей, но приходится. Так как все-таки зрительская аудитория любит. Любит поковыряться, кто с кем жил, кто с кем спал. У кого сколько детей, от кого сколько детей. Вот эти все дела. У Нины Руслановой было всего два брака. Один из них всего лишь был официальный. А второй брак у Нины Руслановой был, это называется, знаете, брак гостевой. Вот эти слова вышившие, вот эти замудренные. Гостевой брак. Имя бумажечка, просто шпаргалочка. Первый брак с Геннадием Рудаковым. Юрист. Вот, как пишет нам интернет. Первый брак, официальный брак. Нина Руслановой с Геннадием Рудаковым. В 1976 году у Геннадия и у Нины Ивановны родилась дочь. Красавица, дочь Олеси. К сожалению, в 90-х брак Рудакова и Руслановой распадается. И спустя какое-то время Нина Ивановна знакомится с симпатичным мужчиной. Равкат Габитов. Который работал оператором на Ленфильме. Равкат Габитов и Нина Русланова официально не расписывались. Интересный и немножечко грустный факт из биографии Нины Ивановны Руслановой. Потому что мамы и папы у Нины Руслановой как таковых не было. Зимой 1946 года девочку-младенца под Киришей было всего лишь где-то 2 или 3 месяца. Обнаружили возле одного из детских домов города Богодухова Харьковской области. Ну и младенца оформили в один из детских домов. Так как точные даты рождения младенца никто не знал, то в свидетельстве о рождении младенца указали 5 декабря 1945 года. Выбрали дату, приуроченную ко дню Сталинской Конституции. 5 декабря, красный день календаря. Девочку назвали Нина. Фамилию решили дать Русланова. Так как в то время была очень популярна певица Русланова, которая в то время как раз таки пела песню. Вот решили девочку назвать Нина. Дали фамилию Русланова в честь певицы. Отчество дали Ивановна. Тоже отчество наобум. Все наобум. Ну а судьба так распорядилась, что вот Нина Ивановна Русланова в итоге стала известной, великой актрисой, народной артисткой Российской Федерации. Которая, к сожалению, не стала. Напомню, 2 года назад, 21 ноября 2021 года, сохранение Нины Ивановны находится на Троекуровском кладбище. У Нины Руслановой дочка, дочка Олеся, которая сейчас, не знаю сколько лет, 40 с чем-то лет. Так Олеся, да, родилась в 1976 году. В браке Геннадия Рудакова и Нины Ивановны Руслановны родилась доченька Олеся. Да, красавица, кстати. В 2009 году родился вот еще внук Нины Руслановны. Внука назвали Константин. Такие вот делишки. Немножечко по личной жизни прошлись. Я боялся не успеть доехать до Троекуровского кладбища, потому что время уже четвертый час, пока я сюда мчался. На могилу Нины Ивановны Руслановой мы сегодня поставим такой вот букет белых ризантем от всех нас в День памяти. Шикарная киноактриса. Помним, любим. Всегда будем с удовольствием пересматривать киноработы, в которых принимала участие и снималась эта великая киноактриса Нина Ивановна Русланова. Ее захоронение пока в скромном состоянии. Я бы даже так назвал там крест, портрет. От компании, кстати, ритуальные таблички. У них заказ, я знаю, делали. Это все официально было сделано. Не как там некоторые возмущаются. Носите портрет и там вот это ставите, не спрашивая родственников. Ребятки, если родственники захотят, они уберут портрет. Это не проблема. Проблема в том, что, наверное, 99% портретов забирают не родственники, убирают, а какая-то больная голова. Вот это меня больше всего, конечно, расстраивает. Моя посиневшая рука говорит о том, что пора уже двигаться на могилу Нины Ивановны, потому что холод собачь, минус 10 у нас, ребятки, очень холодно. Одевайтесь теплее. Я вам желаю всем крепкого здоровья. Берегите себя, ребятки. Двигаемся на могилу Нины Руслановны. Вам всем я хочу сказать огромное спасибо за внимание, за то, что вы всегда со мной, за то, что вы смотрите мои выпуски, комментируйте, подписаны на мой канал. Огромное вам за это спасибо. Напоминаю, что у меня есть ВК-группа. Добавляйтесь, приглашаю вас туда. ВК-группа, в которой много рабочего материала, какие-то неизданные кусочки выкладываются, много фотографий, скриншоты, ну, материала всяких. В общем, архивные такие материалы будут там появляться. Телеграм-канал Андрей Флор. Добавляйтесь, тоже будет приятненько. Нас там уже 9 тысяч. 9 тысяч человек. Также хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые присылают копеечку на цветы для наших любимых артистов. Сейчас морозы, холодно, но хочу сказать, что в такую погоду цветы стоят намного дольше, чем если бы, например, на градуснике сейчас было бы там плюс 25. Если бы было жарко, то цветы намного быстрее бы испортили, завяли, а вот благодаря тому, что морозы, вот эти вот хоризонтемы, они простоят намного дольше. Если, конечно же, не будет потепления. Если будет потепление, все. Жопа полная. Что разговорился. У меня сегодня хорошее настроение, потому что у меня сегодня день рождения, и плюс я вот все-таки вырвался и доехал до Нины Руслановой. Давно хотел посетить могилу этой талантливой киноактрисы. Все, двигаемся, ребят. Едет машина, меня сейчас, наверное, грохнет. Субтитры сделал DimaTorzok Она покорила сердца миллионов, а фильмы с ее участием стали культовыми. Почти полторы сотни ролей, и каждая, даже эпизодическая, уникальна. Потому что умела удивлять, быть многогранной в простых образах, и всегда была за правду и в жизни, и в искусстве. Вот это девушка. Нина Русланова вошла в кинематограф под этот комплимент Владимира Высоцкого в фильме «Короткие встречи» режиссера Киры Муратовой. Тогда всем вокруг это казалось невероятным, чтобы разрешили сниматься во время учебы в театральном училище, чтобы сразу на заметную роль, чтобы в партнерах сам Высоцкий. И это при том, что начинающая актриса постоянно спорила с режиссером, все хотела делать по-своему. По натуре я резкий человек, и могу так нахамить быстро, ни с того, ни с сего. А потом долго извиняюсь. Фильм в итоге 20 лет пролежал на полке. Но зато с тех пор Русланова стала любимой актрисой Муратовой, потому что искреннее, потому что настоящая в каждом слове. И меня всегда вот злит, понимаешь, вот эта невозможность отличить правду от лжи. А в одном из фильмов Муратовой Русланова появилась в роли девушки штукатура. Играть практически не пришлось, ведь это было первое образование самой Нины Руслановой. Необычно, а у нее вся жизнь складывалась не по правилам. С самого начала. В конце зимы 45-го в маленьком украинском городе была найдена трехмесячная девочка. Ее определили в детский дом. А дату рождения, 5 декабря, она позже выбрала себе сама. Это был день сталинской конституции, и только тогда в детдоме кормили более-менее сносно. Я хочу поделиться с вами огромной радостью, которая переполняет моё душу и сердце. Ваня, у нас будет ребёнок! Жизнь в детдоме была очень непростой, но Русланова смогла обратить это себе в плюс и использовала в работе. Например, когда в фильме Юрия Кары «Завтра была война», надо было сыграть железную революционерку, у которой вместо сердца партбилет. Справедливо только то, что полезно обществу. Только это и справедливо запомни. А как же человек? Человек вообще? Человека вообще нет. А есть только гражданин. Это абсолютно точный образ вот моей воспетки, вот которыми я била. Я, вот она точно так же разговаривала. Я верю в вас, друзья мои. В добрый путь. Да делайте вы что хотите. Сажи, идиоты. В любом гриме Нину Русланову узнавали сразу по первым ноткам ее неповторимого голоса. В ее интонации всегда было то настоящее, что идет от самого сердца, чтобы душу щемило. Она была из тех, кто доказывал. Не бывает маленьких ролей. Бывают маленькие актеры. Да закройте же воду! Закрой воду, дурак! Я не понимаю, что он сделал? Вот он! Защелкнулся я! Ой, я очень нервничаю, когда нет работы. Ой, я так нервничаю. Может быть, из-за этого я и соглашаюсь на всякие эпизодики, чтобы быть в работе. Потому что, ну, это очень мерзко, когда без работы. Очень мерзко. Ощущение такое ненужности, непрекаянности. В сарай он отдал! Гниль одна, можешь назад забирать! Цип-цип-цип-цип-цип! На экране была нужна такая героиня, которая и дверью может хлопнуть, и пощечину дать, быть и красивой, а когда надо, простоватой и смешной. Хожу, и у судьбы, как все, как все. Ой, хорошая машина себе хочу. Во время съемок или игры на сцене коллеги ее просили, чтобы она поберегла себя, свое сердце. А она просто не умела этого делать. Отвечала, на себе не экономят. Ее часто пытались привести к общему знаменателю, к норме, но менять себя у Руслановой не получалось. Она часто повторяла, когда говорят, что у меня плохой характер, не верьте, на самом деле у меня просто есть характер. И ведь именно за это ее так и любили зрители. Меня мало кто узнает. Ну вот, когда я выхожу, вот стою там где-нибудь в магазине, когда я говорю, простите, можно там? Все начинают улыбаться. Они узнают меня по голосу, понимаете? Все начинают улыбаться. Все начинают улыбаться. Все начинают улыбаться. Все начинают улыбаться. спасибо большое Спасибо большое. И мама очень долго ждала, когда я первый канал. Напоминает, как мне передано. Памятники вообще не дешевые, особенно после санкций У нас же нет ни мрамора, ничего. Мы же весь из Италии возились. А сейчас Италия нам не поставляет, поэтому все еще дороже. Ну вот мы и побывали на могиле Нины Руслановой. Встретили дочку. Дочка поведала нам информацию, что в следующем году будет установлен памятник на могиле мамы. Мы приедем на открытие, поснимаем обязательно для всех вас, ребятки. Все, холодно. Вспомнили великую киноактрису Нину Ивановну Русланову. Могила ее пока, как я сказал, такая она пока в скромном виде, потому что мало времени, прошло всего два года, потому что есть артисты, у которых и восемь лет нет памятников. Но вот появилась официальная информация, что в следующем году появится памятник на могиле Нины Ивановны Руслановой, ребятки. Вот. Все, до новых встреч в YouTube-канале Андрея Флора. Спасибо. 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 Спасибо.